18 стих Это будет ободряющее вступление Господи Благослови в вступлении Приготовь нас к основному струму А имя Твоего Иисуса Помолимся и просим Итак, книга-притч, 12 глава 12 глава 18 стих Иной пустослов выявляем, как как ничем А язык мудрых врачей Иной пустослов выявляем, как ничем А язык мудрых врачей Итак, здесь говорится о языках разного рода языков И один из них мы видим, говорится, что он врач А другой язык Хорошая новость в том, что Оно пустое Правда? Это здорово, действительно И это могут быть разные языки Языки обвинения Языки осуждения И мы знаем И мы знаем, кто за этим стоит За этим стоит сам дьявол И в книге Откровения говорится о нем Что он кревещит на братьев день и ночь День и ночь он кревещит Затем есть язык закона И интересно Что здесь сказано Что И мой пустослов выявляет как ничем И если воспринимать все эти языки все мысли эти языки То оно как меч Мы можем сказать, что язык обвинения Оно как меч Язык закона Оно как меч Или есть еще язык оправдания Человеческого оправдания Оно тоже как меч Потому что там такие мысли Но они пусты Почему они пусты Потому что Господь освободил нас от всех этих языков И у него есть свой язык Господь освободил нас от обвинения Он взял все это обвинение на самого себя Господь освободил нас от закона даровав нам жизнь по вере и по благодати И Господь освободил нас от оправдания человеческого оправдания Если вы помните то Адам когда Господь Иисус вышел к нему в саду Он сказал Где ты Адам И они испугались И он был нагим И Адам ему отвечает Что ты испугался И он отвечает ему Потому что мы наги Потому что мы наги И он сразу же сказал Это жена Вернее Бог ему говорит Не ел ли ты от дерева познания добра и зла И Он тут же говорит Это жена Тут же обвинение Но Господь Иисус говорит Это все пустое уже Я уже освободил тебя У меня есть для тебя другое слово И И тоже меч Это удивительный меч Иисуса Христа Который производит совсем другое действие Оно удивительным образом врачует нас как здесь описано Почему Потому что этот меч он обоюдо острый Этот меч отсекает душевное от духовного И оно говорит нам совсем о другом Оно говорит о том кто мы есть во Христе И если как мы уже сказали воспринимать только эти мысли мысли пустослова чей язык пустой тогда оно будет тыкать своим мечом Но если воспринимать Божье слово на каждый день и благодать на каждый день то эта благодать чудным образом врачует нас Оно говорит у тебя уже больше нет безвыходного положения что бы ни происходило в твоей жизни сам ли ты себя обвиняешь или кто-либо тебя обвиняет или дьявол тебя обвиняет я все это отсек отсек своим мечом посмотри на крест голубов посмотри на слово мое где ты уже свободен и принимай слово от этого и принимай слово от этой мудрости от этого языка аминь 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 А я только хотел сказать Кто там? Заходите Мне очень понравилось Что у верующего в Иисуса Христа нет безвыходного положения Аминь Господь дает выход Спасибо большое за слово Отец наш небесный Благодарим Тебя за этот день Середина недели, Господи Мы здесь у Твоих ног Мы пришли, Господи, потому что Ты привлек нас Привлек нас узами любви Ты не толкаешь нас Ты не тащишь нас Ты влечешь нас узами любви Чтобы сказать Твое слово Нас таить, ободрить, укрепить Господи, мы так богаты в Тебе И Ты тот Бог, бесконечный Бог В Котором нет ограничений И Твоя благодать достаточно для нас Она как чаша, которая всегда перемывается Слава Тебя, Господь Хотим принять благодать На сегодняшний момент Обучи нас, Господи По слову Твоему Спасибо, Иисус В нашей жизни нет отчаяния Потому что отчаяние Это нет выхода А Ты сказал нам Вас постигло искушение Не иначе, как человеческое Но верен Бог, который даст вам облегчение Чтобы мы могли перенести И Ты, Господи, даешь нам выход Другой родов, чтобы сесть При землице Слава Тебе И успокоиться Спасибо Тебе, Иисус Говори с нами Помашь это слово Во имя Иисуса Христа Аминь Ига Правок Исаия Игра Рука Исаия Сарковая глава Великий Бог Сотворивший небо и землю И Всевселенная Не живет в рукотворенных храмах В книге пророка Исаия Голос говорит Шестой стих Голос говорит Возвещай И сказал Что мне возвещать Всякая плоть трава И всякая красота ее Как цвет поливод Засыхает трава Увидает цвет Когда дунет на него Удановение Господа Так и народ трава Трава засыхает Свет убедает А Слово Бога нашего Пребудет вечно Господь говорит Я Открылся себя Я открыл себя людям Давайте еще раз скажем Бог говорит Я открыл себя людям Я открыл себя людям Потому что люди не имеют понятия Кто я такой 18 стих Итак Кому вы Уподобите Бога И какое Подобие Найдете Ему 25 стих Кому же вы Уподобите Меня И с кем Сравните Говорит Святой Господь Господь обращается К своему народу С невероятным вопросом Вы со мной Господь здесь Аминь Он обращается К своему народу С очень глубоким вопросом Кому вы Уподобите Меня С кем Вы Сравните Меня Кто Такой же Как я Кто Похож На меня 42 глава Книга Исаия 8 стих Я Господь И слово Господь Яхве Бог Пребывающий Прямо Сейчас Всемогущий Бог Пребывающий Прямо Сейчас Я Господь Это Мое Имя И не Дам Славы Моей Ином Давайте Скажем Вместе Господь Не даст Славы Своей Ином Еще раз Господь Не даст Славы Своей Другому Или Ином Господь Не даст Славы Своей Какой славы? Славы закона? Нет. Славы человеческих дел? Нет. Славы религии? Нет. Бог говорит, я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному. Славы благодати. Славы Спасителя. Славы Спасителя. Потому что если Бог не спасет, никто не спасет. А если Бог наш спас, то Ему вся слава, и держава, и благодарение, и честь, и сила. Когда мы видим с вами пятую главу книги Откровения, и сидящего на престоле, и в его руке свиток, запечатанный семью печатями, то ангел сильный выходит и восклицает, кто достоин подойти и взять книгу из руки сидящего на престоле. Кто достоин это сделать? Кто достоин приблизиться к Богу Всемогущему и взять этот свиток, который написан и от вне, и снаружи, внутри и снаружи. И там сказано, что никого не было, никто не имел этого права. И тогда Иоанн стал плакать, и к нему подошел один из наших верующих и сказал, не плачь, аминь. Почему? Да потому что он знал, не плачь. Вот лев из колена Иудина, он достоин. И там сказано, что как только Агнец протянул руку и взял свиток из руки сидящего на престоле, то все четыре животных, и все двадцать четыре старца, и все, которые присутствовали в этом зале, они пали на колени свои, склонились перед Агнцем и стали петь песню и прославлять, достоин, достоин, достоин. И здесь Господь говорит, с кем вы слечите меня? Кому вы уподобите меня? На кого я похож? Как вы думаете? Можете ли вы выдумать Бога? Можете ли вы изобрести Бога? С кем я встану в один ряд? Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истукану. Господь говорит, славы моей не отдам никому. Никакое имя не встанет рядом с именем Иисуса Христа. Никакая религия не встанет рядом с именем Иисуса Христа. Никакой человек не встанет рядом с именем Иисуса Христа. Сорок третья глава, одиннадцатый стих, давайте десятый стих. «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня что? Не будет. Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Кто это? Иешуа, Ябва, спасает. Нет Спасителя, кроме меня. «С кому вы уподобите меня? С кем вы слечите меня? С какой-нибудь изображением на стенке? Или вы слечите меня с законом Моисея? Кому вы уподобите меня?» Так здорово. «Я, Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы свидетели мои, говорит Господь. И мы говорим, аминь, Господи, свидетели мы тебе, нет иного имени под небом, через которое надлежало бы нам спастись. И Господь говорит, с кем вы слечите меня?» Я уже третий раз повторяю это. «Чему, кому вы уподобите меня?» «Своим мыслям вы уподобите меня?» «Своим идеям вы уподобите меня?» Или какому-то человеку, или какому-то деятелю, или какому-то ангелу вы уподобите меня?» Когда апостол Иоанн в книге Откровения, он склоняется перед ангелом, который показывает ему разные вещи, ангел ему строго сказал, не делай этого, встань на ноги твои, вы со мной, не делай этого, Богу поклонись, Христу поклонись, все в тронном зале пали перед Иисусом Христом и поклонились и поют песнь «Достоин, достоин, достоин, достоин». Наш хор поет тоже эти песни, что «Достоин, достоин, агнец Божий принять славу и честь и благодарение». Можем ли мы взять свои мысли и вложить их в ум Христа? Нет. Можем ли мы взять свои направления и вложить их в план Бога? Нет. Они будут смотреться очень бледно. Это хорошо. Книга Исайи. Вы знаете, из окна моего дома видна речка. Кто-то называет ее речкой, можете она пруд, не знаю. Но мне кажется, что там вода стоит. Неважно. Я наблюдал за такой вещью, что когда зима началась, а у нас зима началась вообще прямо в зале, как в Сибири, понимаете? В августе. Что с такой? Мы-то ожидали в середине декабря или там к Новому году снежок пойдет, да? А сейчас мы уже по уши в снегу. Итак, я наблюдал за такой вещью, что на этом озерце или на этой речке утки. И сначала, когда снег пошел и чуть-чуть мороз ударил, такие были проталены, да? Знаете, такие островки, где они там... Что они делают вообще? Плавают. Плавают. Босиком, кстати, вы посмотрите. В холодной воде босиком плавают. Почему? Почему он босиком плавает? Итак, по мере того, как шло время, и падал снег, и мороз скрипчал, эти островки, воды открытой, они становились все меньше, и все меньше, и все меньше. И сейчас уже только одно место, которое не покрыто льдом. Это где мост, и люди проходят, и они бросают туда разные вещи, хлеб, допропитание. И там кипит деятельность. А все остальное озеро замерзло. Остался только небольшое место, которое не покрыто льдом. И там есть жизнь. И там есть радость. Особенно, когда пища с неба валится. Я имею в виду, с моста валится пища. Потому что здорово, когда тебе не нужно ничего делать, и у тебя уже пища под носом. И как только, я так подумал, если там не будет жизни, если там не будет движения, то тогда и это, маленький пятачок воды, что? Покроется льдом. Что такое лед? Лед – это неподвижное состояние. Замерз человек, да? Деревья встали. Без листьев. До весны. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием. Делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между древием и в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло. И разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога, и поклоняется Ему, делает идола и повергается перед Ним. Часть дерева сожигает в огне, другую часть варит мясо в пищу, жарит жаркое, и ест досыто, и также греется, и говорит, хорошо, я согрелся. Вы со мной? Ой, как хорошо! Я согрелся, я наелся, я согрелся, и я наелся. А из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется Ему, повергается перед Ним, и молится Ему, и говорит, спаси меня, ибо Ты Бог мой. Итак, человеку что нужно первое? Чтобы он согрелся, а потом что еще? Чтобы он наелся, правильно, да? А потом, когда он согретый и наетый, тогда у него появляется замечательное религиозное желание. Вы со мной? Замечательное такое, милое, религиозное желание. Когда он наетый, и когда он напитый, и когда он согретый, тогда у него получается замечательное религиозное желание, и он такой смотрит, ой, как хорошо! И с того, чем он отапливается, и на чем жарит пищу, он берет из этого куска дерева, и делает себе Бога, и повергается перед Ним. Почему? Да потому что у человека есть неудовлетворенное религиозное желание. Но оно, вы знаете, оно стоит, знаете, на самом последнем. Первое, что идет, сначала согреться, а потом наесться, а потом напиться, а потом, когда я уже, как это, разговорился, да, или правильно я говорю? Когда я уже такой, когда я уже такой довольный такой, такой хороший, такой румяный такой, я так думаю, ой, здорово! Теперь бы мне моё религиозное желание бы исполнить. Пойди куда-нибудь сделать что-то, поклониться кому-то, поехать в Иерусалим, дотронуться до чего-то, поцеловать чего-то, надеть чего-то, завязать чего-то, почистить чего-то, сказать чего-то, поставить чего-то, зажечь чего-то. Когда это происходит? Когда я надетый, одетый, то есть согретый, когда я напитый, когда я какой-то наедый, и когда у меня всё нормально, здесь сижу перед телевизором, и у меня возникает желание, ой, как хорошо, завтра в церковь пойду, что-нибудь там сделаю, что-нибудь там поставлю, и скажу, ты, Бог мой, спаси меня. Да? Здесь так написано. И молится ему, говорит, спаси меня, ибо ты, Бог мой. И там Господь говорит дальше, что у этого человека не доставляет, не достает разума, размыслить в своем сердце. И Господь говорит, чему вы уподобите меня, и с кем вы сравните меня? Я распростёр небеса и вывожу Ас и Кесиль, это созвездия Ориона, и Плеяк, и медведица выходит, когда я называю воинство, каждого по своему имени, каждая звезда, каждый ангел по своему имени назван. Кому вы уподобите меня? С кем вы сравните меня? Разве вы сравните меня с тем, когда у вас всё наето, напито, и вы согреты, и вы тут решаете, ой, у меня есть нужда религиозная, и я эту нежду религиозную как-нибудь пойду и сделаю, как все сделают. Господь говорит, кому ты сравнишь меня? С кем ты слечишь меня? Я спаситель, и нет другого. И славы моей, вы со мной? И славы моей не отдам никому, не отдам ни человеку, ни ангелу, не отдам никакого имени, потому что я, Иисус, Яхве спасает, Спаситель, Иммануил, с нами Бог. Аминь. Который сотворил небо и землю, и который стал человеком, родился в Яслях, и сказал, придите ко мне, все труждающиеся, не преобремененные, и вы придите тогда, когда у вас есть нужда, и я тогда восполню эту нужду, и вы будете знать меня, с кем вы слечите меня и сравните меня. С идолом. Вы знаете, как определять идолов в нашей жизни? Хотите рецепт скажу? Очень хорошо. Вы готовы? Если в вашей жизни, когда кто-то прикасается к чему-то, вы раздражаетесь, вы беспокоитесь, вы начинаете злиться, вы начинаете думать мысли зла, это идол. Еще раз повторяю. Если в вашей жизни кто-нибудь прикасается к какой-то области, и вам это приносит недовольство, вам это приносит раздражение, вам это приносит ярость, вам это приносит то, что вы начинаете чувствовать себя неуютно, это идол. Когда Господь говорит отдай это мне, и если вам это не нравится, и вам приносит это раздражение и недовольство, это идол, который рано или поздно падет. Помните, мы сегодня говорили о том, что когда есть жизнь, когда уточки там плавают, то тогда есть проталина, есть вода, есть место, которое не покрыто, вода не покрыта льдом, почему? Потому что там есть жизнь. Вы знаете, когда в жизни человека появляется идол, то все больше и больше лед начинает отвоевывать свою площадь. И в конце концов, мы можем себя ощутить в такой маленькой гавани, в такой маленькой гавани, что у нас мы только вот так вот, и туда, и сюда, по кругу. Вы со мной? Что делает жизнь верующего в Иисуса Христа вот такой маленькой, вот такой вот в тихой гавани, метр на метр, идол? И Господь говорит, с кем вы слечите меня? С кем вы сравните меня? Я хочу, чтобы вы плавали в океане благодати, потому что там есть жизнь. И ваш идол, который вы сделали себе, сначала вы поели, сначала вы попили, согрелись, а потом возник религиозное желание, ну что, пойдем куда-нибудь один раз в год? Пойдем. Или один раз в месяц? Пойдем. Нет. Господь говорит, это прорубь, в которую вы плаваете. И чем меньше вы двигаетесь, потому что когда идол, то там нет движения. В Псалме говорится, есть у него что? Глаза, но не видят. Есть у него нос, но не обоняет. Есть у него гортань, но не говорит. Есть у него руки, но не двигаются. Есть у него ноги, но не ходят. Это лед, это мертвость. И здесь Господь говорит, к чему вы уподобьете меня? Кому вы поклоняетесь? Кому вы служите? Зачем вы плаваете в этой проруби среди своих идолов, которые все больше и больше занимают место в вашей жизни? И которых, ведь вы знаете, идолы, они очень чувствительны. Знаете почему? Давайте мы откроем Первый книг от царств. Там замечательный идол, звать его Баал. Извините, это книга судей. Извините, да, это книга судей. Шестая глава. Шестая глава. Ведь вы знаете, люди будут до смерти сражаться за своего Бога. Вы со мной? Слушайте внимательно. Мы с вами не касаемся богов других людей. Мы проповедуем кого? Христа. Еще раз повторить. Мы с вами не касаемся богов других людей. Мы проповедуем с вами Христа, который говорит, я спаситель, и нет другого. И славы моей, как спасителя, я не отдам никому. Когда вы начнете касаться идолов или богов других людей, знаете вы, что встретите? Вы встретите невероятное сопротивление. вы встретите невероятную ненависть. Почему? Да потому что это очень чувствительная вещь жизни человека. Давайте посмотрим. Итак, Господь явился Гидеон и сказал, муж сильный. Явился Ангел Господь, 12 стих, и сказал ему, Господь с тобой муж сильный. И он сначала не поверил, потом поверил немного. И Господь ему говорит, короче, нужно сделать вот это и это. Гидеон 27 стих, 25. В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца ста твоего и другого тельца семилетнего, разрусь жертвенник Ваала, которого отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем. Представляете, вы живете в семье, отец ваш является кем? Служителем Ваала. А вы, а вы, а является Господь и говорит, так и так нужно делать. Нужно до святого дотронуться. Вы со мной? До святого дотронуться. Вот это не трогай, Господи. Нужно до святого дотронуться. А святое, вы знаете, какое болезненное? Невероятно болезненное. Давайте прочитаем. И Господь говорит, разрусь жертвенник Ваала, которого отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке, и возьми второго тельца, и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь. Гедон взял десять человек из рабов своих и сделал, как говорит ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал это, когда ночью, здорово, аминь гедон, молодец, поутру встали жители города, и вот жертвенник Вавлов разрушен, и дерево при нем срублено, ведь до святого дотронулся в деревне, правильно, да? Господь говорит, кому вы уподобите меня, с кем вы сличите меня, с деревом что ли? Поутру встали все жители города, и вот жертвенник Вавлов разрушен, и дерево при нем срублена. И второй телец возносится во всесожжение на новоустроенном жертвенне. Говорят им друг другу, кто это сделал? Искали, расспрашивали и сказали, Гидеон, сын Иоаса сделал это. И сказали жители города Иоасу, вини сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем. Вы со мной, вы понимаете, да? Идол в жизни человека очень чувствительная вещь. За него человек будет сражаться до конца. Аминь? До конца. Только протяни. Господь только протягивает руку. Все. Кто это сделал, интересно? Кто это мне сказал? Кто это? Какое это слово говорит? Кто тебе сказал? Нет, 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 нет. Вот сначала у меня должно быть это, потом у меня должно быть это, тепло, а потом я должен быть напитый, наедый, а потом у меня будет религиозная нужда, и я пойду и немного сделаю чего-то. Господь говорит, нет, нет, так не пойдет. Потому что в этом состоянии ты плаваешь в проруби, и мороз сатанинский все больше и больше захватывает площади в твоей жизни. Вы знаете, из кого можно идола сделать? Из пастора можно идола сделать. Вы со мной? Еще как? Давайте пример приведем. О, пастор слишком занят. Я ему не могу звонить. Он-то столько занят. Особенно, когда он женился, он очень сильно занят. И я его не буду беспокоить. Потому что, если я его пойду беспокоить, вы знаете, это и дьявол аплодирует и говорит, ой, как здорово! А я-то думаю, почему мне никто не смысл? Ужас какой-то. Мы смеемся, и это смешно, аминь. Но на самом деле плакать надо. Обманули опять? Опять обманули? Почему? А для чего пастор в церкви? А? Чтобы его не беспокоить? Еще один рядок. И сказали жители города Ясу, выведи сына твоего. Он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Вавора и срубил дерево, которое было приняло. Смотри, что Яс отвечает. Кто Яс? Это отец. И я сказал всем присутствующим к нему, вам ли вступаться за Ваваала? Вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти. И это же, в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя. Здорово, да? Классно? Если он Бог, если эта деревяшка Бог, то пусть вступится за себя. И поэтому мы с вами ходим в этом мире, проповедуя Христа. И если кто-то другой Бог, то пусть он вступится за себя. Аминь, да? Мы не трогаем болезненные части человека, чтобы он не встал и не ополчился, и не стал отстаивать своего игла, или своего Бога. Мы проповедуем Христа какого? Распятого. И не трогаем чужих богов. Почему? Да, потому что, когда Христос встанет в их жизни, все остальные попадают. Аминь. Бин-бум-бам, бин-бум-бум-бум. Если он Бог, то пусть вступится за себя. А что вы за него вступаете здесь? Правильно, да? Вы знаете, это хорошая вещь. Что ты своего Бога отстаиваешь? Пусть он вступится сам за себя. Правильно, да? Что ты здесь, это самое, с мечом и с ненавистью выходишь на улицы, отстаивая своего Бога и защищая его. Если он Бог, то он в состоянии вступиться за себя. А если он не вступается за себя, что это? Извините. Это деревяшка. Вымысл человек. Для чего? Для того, чтобы справить свою религиозную потребность. в кармашек положить. Ой. Ой. Бог мой. Какое ты замечательное. Ничего мне не говоришь. Не говоришь мне слово, которое в меч обоюдоострый. не касаешься идолов в моей жизни. Какой ты у меня замечательный, деревянный. Я буду кричать тебе, спаси меня. если кто вступится за него, тот будет принят смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрешил его в жертву. И стали звать его с того дня Иеравалом, потому что сказал, пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил в жертву. Аминь. Что приводит нас, верующих в Иисуса Христа, в эту прорубь, где все меньше и меньше и меньше времени у нас остается для Христа. Идолы, которые могут быть в нашей жизни. Как их узнать? Они очень болезненные, они очень нервные, они очень раздражительные. Только коснись этого идола. Сразу. Что? Сразу пена начинает подниматься. Нет, ты не трогай этого. Кто это такой? Надо смерти его предать. Помните, когда Павел в Дамаске, когда был обращен, начал проповедовать Иисуса Христа. Все смотрели на него людей. Ой, какой молодец. Он внедрился в эту, в христианскую сферу. И теперь мы знаем, какой он, какой он, как он все. Изнутри там все взорвет. А потом смотрели на него, и думали, ох ты, как... Его давайте убьем. Правильно, да? Потому что Слово Божие, потому что Слово Божие, это не три копейки в кармане. Это не тот, из чего я сначала поел, потом опогрелся, а потом сделал себе Бога. Слово Божие, и Господь говорит, я спаситель. И я своей славы не дам никому. И я хочу, чтобы вы плавали, или вернее, ходили корабельным языком, ходили по просторам океана благодати. Аминь. И чтобы вы не были заключены в проруби, чтобы у вас было видение, была жизнь с избытком, а дьявол, который хочет привести вас, все меньше, и меньше, и меньше, и меньше, а потом что вообще? А вообще подвинься отсюда и полная ледяная поверхность. И человек уже становится плотским. Что еще может привести нас с вами в прорубь, которая замерзает закон? Марка 3 глава. Первый стих. Извините, не Марка 3 глава, а Луки 13 глава. Мне больше нравится 13. 13. Луки, Евангелие, Луки 13 глава. Вчера у нас было замечательное занятие, и мы говорили о том, что за законом стоит законодатель. Вы со мной? За законом стоит законодатель. Это означает, что закон не последнее слово Бога. Закон это не последнее слово законодателя. Почему? Потому что закон только говорит, что неправильно, а не дает что? Не дает жизни, не являет сердце Христа. Сердце Бога не дает жизни и с избытком. И здесь мы видим с вами 13 главе Иисус 10 стихе в одной из была. Чем она там, на что она только смотрела на землю, на прах. Больше ничего не видела. Аминь. И здесь Иисус заходит, законодатель заходит, который пришел, чтобы поставить точку на законе, и он полон благодати и истины, и он заходит в синагогу, и там женщина, и как только она выпрямилась, женщина, ты освобождаешься от ненуга твоего, и возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Смотрите, 14 стихе. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, есть 6 дней, в которые должно делать, в тей приходите исцеляться, а не в день субботний. Вы со мной? Вы со мной? Вы видите пророк? А? Туда не ходи, сюда не ходи, 6 дней недели есть, вот тогда приходите исцеляться. Знаете, это что? Этот человек хочет законодателя поставить в рамки закона и сказать ему, вот видишь, вот так нужно делать. Не получится. Христа нельзя поставить в рамки закона, потому что он, что? Он законодатель. И он тот, который сказал, я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. И закон это не последнее слово. А какое последнее слово? Благодать. Чем заканчивается Библия? Благодать со всеми вами. Чем начинается и заканчивается послание апостола Павла? Благодать, привет, как там это говорится, мир и милость и благодать вам. А чем заканчивается благодать со всеми вами? Что это такое? За этим последнее слово. Если за законом последнее слово, там отчаяние, там безвыходная ситуация, там некуда больше идти, там пророк, и там дьявол все больше и больше своим ледяным голосом захватывает все больше и больше пространства. А благодать что делает? Господь говорит, послал слово свое и растаяло все, и потекли ручьи. Аминь. Есть шесть дней, в которые должно делать в те и приходите исцеляться, а не в день субботний. Знаете, что отвечает Господь? Ой, давайте поаплодируем Господу. Господи, спасибо. Кто еще может заткнуть рот законнику, а? Только Христос, только благодать. Кто еще может на место поставить законника, который плавает в проруби, один единственный, и там больше нет никого, кроме него. Кто может это сделать? Только Христос, только благодать. И этот законник будет отстаивать закон и говорить, как апостол Павел, и действовать, как апостол, то есть как Савву, дыша угрозами и убийством. Знаете, на кого? На учеников Христа. Что это такое? Это прорубь. И там человек барахтается и говорит, нет, туда нельзя, и сюда нельзя, Господь сказал ему в ответ, лицемер, не отвязывает ли каждый из вас волна своего и осла, отвяз ли их в субботу и не ведет ли поедет? Вы знаете, что... Вы знаете, что в Нью-Йорке, в еврейских кварталах, есть лифты, которые кнопку не надо нажимать. Знаете, почему? Работа. А вы знаете, откуда кофемашина зависит? От субботы. Что-то... Ну, кофе-то охотно. Невероятно. Проба. Все меньше и меньше места. Шаг влево, шаг вправо. Все наблюдают. В центре что? Дрех. В центре что? Нарушение заповедей. Нельзя. Не так. Лицемер. Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу? И не ведет, не ведет ли поедет? Сию же дочери врану, которую связал сатана, вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уст их в день субботний, когда именно сейчас благодать? Мы вчера с вами слышали проповедь «Сейчас благодать». Аминь. Не вчерашняя благодать. Она протухнет. Сейчас мне нужна благодать. Сейчас мне нужна благодать. Аминь. Потому что та благодать, которая была, она уже что, попахивает? Не будущая благодать, которая будет или нет. Сейчас мне нужна благодать. И вы что? Сейчас дети здесь. И сейчас день спасения от этого мира. Сейчас время благоприятное. И когда говорил он это в 17 стих, все противившиеся ему стыдились, а весь народ радовался о славных делах Божьих. Что это такое? Океан благодати. Плавайте в океане благодати. Парите в воздушном океане благодати. Со Христом. Потому что это Он. И его никак нельзя заключить в рамке. Потому что Он подшибает всех идолов. И если будет голова, Он как Иераваал. Он ее собьет и скажет, нет, это не мое. Я спаситель и славы моей не отдам никому. Потому что я ревностен к моим людям. И я хочу, чтобы они проводили жизнь свою в глубоком поклонении и почтении и познании меня. Какой я великий Бог, который сотворил все и спустился сюда, и стал человеком, чтобы вывести людей из проруби смерти и пустить их в замечательный океан благодати. И Римлянам 5 глава 1 стих говорится, что мы стоим в этой благодати и что их хвалимся надежно и славы Божией. Потому что любовь, их и не сим только хвалимся, но и скорбяне. Аминь. Потому что любовь Божья излилась сердца наши Духом Святым. И это не капелька, это поток любви и благодати в нашей жизни. И мы, и Павел говорит, послание и глава там заключение. Давайте откроем послание и глава. Ой, как здорово, Господи, у нас. Ой, как хорошо. Вторая глава 3. Вторая глава. Вторая глава 2 стих. Ходил же по откровению, предложил там особо знаменитейшим благовествования, проповедуемое мною. Кому знаменитейшим это апостолам? Не напрасно ли я подвязаюсь, не подвязался, но они и Тита, бывшего со мной, хотя Елина, не принуждали обрезваться. Четвертый стих. А вкравшимся лже-братьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, и что такое за нашим плаванием в океане благодати, что за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. Вы со мной? О, не звоните пастору. Нет, не трогайте его. О, не, 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 не. Звоните. Будем молиться, будем разговаривать, и я тоже буду звонить, потому что я такой же, как и вы, аминь, идолы пусть все попадают, да, сначала будет реакция такая, кто это сделал, оставьте в покое меня, но потом и приходит смирение, и голова идола падает, и руки его падают, и здесь говорится, что они приходили посмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, чтобы истина благовествования сохранилась у кого? У вас, то есть у нас с вами, и мы говорим спасибо, Господь, за то, что ты ведешь нас в океане благодати, чтобы мы не провели весь свое время драгоценное здесь на земле, в проруби, которая становится все меньше и меньше и меньше. Спасибо, Иисус. Аминь. Отец наш Небесный, благодарим тебя за это слово. Спасибо тебе, Иисус. Касайся, Господь. Касайся, Господи, показывай нам Твою славу благодати. Веди нас, Господи, в океане благодати, потому что Ты сам полон благодати. Выводи нас из проповеди, идола в которой мы можем наставить свои жизни. Выводи нас из проруби закона. Спасибо, Господь. Спасибо. Женщина славит Бога. Все противящие Иисусу Христу стыдятся, постыжены, а народ прославляет Бога. Слава Твоей Ты не отдашь никому. Слава благодати. Законим последнее слово. Благодати последнее слово. Благодать спасла нас. Благодать трудится в нас. И благодать приведет нас на небеса. И благость и милость нас сопровождают нас во все дни жизни нашей. И мы пребудем в Доме Господня вечно. Спасибо, Господь, за то, что освобождаешь нас. Если из тех, кто слушает эту проповедь, есть человек, не знающий Христа, мы говорим нам сегодня. Поверьте в Бога Всемогущего, Единственного. Рядом с Ним не станет никто. Повыкидывайте своих идолов, потому что они пустое место. У них нет славы. Они не спасают. Обратитесь к Спасителю. К Спасительной вере. По отношению к Иисусу Христу. Он Спаситель. И нет другого. Не отдаст славы своей никому. И скажите Ему в своем сердце. Дорогой Господь Иисус, Ты Бог мой. Я нашел Тебя. Я верю в Твой крест Воскресенье. Я прошу Тебя. Прости мои грехи. Войди в мою жизнь. Даруй мне вечную жизнь. Обучай меня. Я хочу узнать Тебя. И не хочу сравнивать Тебя ни с кем. Потому что Ты несравненный великий Бог Иисус Христос. И во имя Твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос. Я молюсь и прошу. Аминь.